Вообще еще нигде не читал, поэтому я, честно скажу, немного переживаю, как зайдет в ОМОН или нет. Вот, да и как-то так онлайн-режим все-таки больше с практическими заданиями, занятиями был связан. Поэтому лекционный где-то немножко другой опыт для меня. Поэтому я немного волнуюсь, могу лажать. Ребят, вы строго не судите, пожалуйста. Так, смотрите, курс будет, я так всех заинтриговал. Я долго думал, общался с ребятами, которые работают в продакшене на разных фирмах, в том числе с руководителями фирм. Даже в основном с ними и спрашивал, ну, то есть я консультировался по поводу того, что актуально и что можно использовать. Идея была какая? В том, чтобы не ограничивать вас андроидом, там, с точки зрения Котлина, да. Я бы, конечно, если бы это был андроид, дал вам Котлин. Вот, в принципе, очень неплохая штука, достаточно широко используется, классно интегрируется с Java, никаких проблем в этом нет. Вот, но тогда я заметил в том году, ну, к сожалению, не было у нас возможности онлайн-встречь многих. Но из того, что я видел, тенденция была такая, что в основном, ребята, вы использовали уже макбуки различные, то есть яблочные приспособления принадлежности. Я думал о том, чтобы сделать курс таким, чтобы вы могли, вот, вам было всем интересно участвовать. Если вы хотите заниматься андроид-разработкой, либо, там, ну, другой мобильной разработкой, а под iOS, вот, или под Node.js, я колебался между выбором Node.js, ну, там, другими технологиями, ну, и после, там, консультирования я принял решение, что у нас будет курс по Flutter. Как вам это, не знаю, хорошо или плохо, для меня тоже немного неожиданно, потому что я как-то планировал летом еще на Котлин, вот, а в конце, вот, да, в конце как-то так решил уже. Вот, да, есть насчет сюрприза, который я обещал, к моему великому огорчению, сегодня я его в полной мере не могу вам представить, я так сделаю анонс небольшой. У нас, у меня есть мой одногруппник, мы с ним учились, у него сейчас фирма, ну, как, не очень большая фирма, у него штаба до, наверное, 30 человек уже, может, уже они еще чуть подросли. Вот, такой очень целеустремленный, активный, жизнерадостный и очень хороший парень, тоже работал в Херек какое-то время преподавателем, сейчас занимается бизнесом. И он выявил желание, чтобы провести несколько лекций в этом курсе, чтобы либо он, либо его ребята, которые в продакшене имеют хороший опыт, вот, разбирались и показывали. В общем, поделились с вами этим опытом и со мной, мне тоже, честно, очень прям зашла эта идея, и я тоже так вот сильно жду, ожидаю, чтобы они там выделили это время. Я думаю, я планировал, на самом деле, сегодня уже сделать одну из лекций и отдать этим ребятам, потому что, ну, все-таки вступительное слово, и это было бы очень так актуально, но, к сожалению, у них с загрузкой пока не получилось, и как-то мы не успели скоммуницировать, все так быстро прошло время. Ну, однозначно, я пока, конечно, обещать не могу, как они будут, но разговор только был, договоренность есть, я очень рассчитываю, правда, что все это получится, вот, и что они поделятся опытом. У меня есть еще одни идеи, пока тоже не буду с ними делиться, по поводу курса. На самом деле, по актуальности, технология Flutter достаточно актуальна, очень динамично развивается каждый день, действительно, каждый день. Если вы зайдете, я сейчас вам расшарю экран. У меня сегодня будет небольшая такая вступительная лекция. В конце мы очень, я постараюсь, чтобы вы смогли разработать свое первое приложение на Flutter, и, честно, я просидел там буквально всю ночь, настраивал на Linux этот Flutter, очень много там нюансов под Linux, но есть у вас не последняя такая участь. У кого, кто там линуксоиды, можете помахать рукой, я вам действительно сочувствую, с одной стороны, с другой стороны, я помогу вам разобраться со всеми подводными камнями, которые там возникли. Ну, в любом случае, можете уже потихоньку, по ходу лекции определяться с тем, каким IDE-шкой вы будете пользоваться. Я выбрал среди множества, ну, такие более-менее, это VS Code и IntelliJD, можно использовать Android. Для яблочников используйте Xcode, там есть соответствующие Dart и Flutter плагины, они очень быстро устанавливаются, с этим проблем у вас не должно быть. Так, насчет того, что хотел вам показать, насколько я не вру. Ну, если мы зайдем на гид Flutter, посмотрим там обновления, где тут коммиты, пулы, сколько там было пулов, вот буквально, смотрите, 36 минут назад, три новых метода были добавлены, 4 часа назад, 6 часов, 6 часов, 7 часов и так далее. И каждый день, каждый день огромное количество исправлений. Смотрите, курс, он будет больше так по базам, вы, естественно, сможете эти новые фичи более-менее смотреть, но, так понимаю, что это оно более о стабильности, потому что я, честно, столкнулся уже так неприятно с некоторыми моментами, которые меня огорчили, ну, вот они касались больше нестабильности работы Flutter, но выгода очевидна, вы разрабатываете приложение, которое компилируется в Native Application для Android и для iOS, причем все это происходит с минимальным количеством изменений, с минимальным количеством изменений, то есть вам не нужно дублировать код, как это, если, я честно скажу, не могу сильно утверждать, как обстоят дела у Nodgesnick'ов, у React Native, да, я не знаю, как обстоят дела, возможно, там тоже есть какие-то свои плюшки, вот, я не исследовал, к сожалению, эту область, вот, ну, решил более-менее, так, считаю, ага, кем это, вот, да, более-менее считаю, что это актуально, вот, во-первых, меня заинтересовало то, что здесь есть возможность действительно ускорения работы Flutter, это вы не просто компилируете, вы пишете код там на Android, он потом перекомпилируется, и перекомпилируется в аналогичные для iOS элементы, да, юзер-интерфейса, на самом деле, никак нет, то есть он, Flutter, он контролирует каждый пиксель, можно сказать, на вашем экране, у вас получается, что приложение, оно, да, при минимальном, да, количестве изменений необходимых, которые необходимо внести, вы можете его разворачивать на iOS и на Android, и тут не должно возникнуть никаких проблем, вот, так, ну, хорошо, вижу, какой-то такой живой интерес поднялся, мне очень приятно, на самом деле, у меня тоже очень интересная тема, вот, я постараюсь, я не буду вам давать сегодня много теории, я хотел просто поговорить о том, каким образом будем с вами взаимодействовать сегодня и вообще в текущем курсе, каким образом вам получить зачет. Смотрите, сразу скажу, вам нет необходимости использовать исключительно Flutter для разработки приложений. Почему? Я не думаю, что есть сейчас в современном мире смысл хоть какой-либо ограничивать вас в чем-то, да, то есть у вас есть интернет, у вас есть уже какие-то наработки, возможно, вам ближе тот же подход джаваскриптовый, да, то есть использование React Native приложений, вы можете их, мне вчера сдавали просто так же их использовать, вот, писать на них приложение, с учетом того, единственное, что я, может, не сильно хорошо разбираюсь в самом, в тонкостях работы React Native, но плюс-минус я понимаю, как выглядит данное приложение, я буду задавать вам все равно вопросы определенные, поэтому для чего это то, чтобы убедиться, не нужно, чтобы вас завалить, а чтобы убедиться, что вы делали самостоятельно. Единственное, самое главное правило и ограничение, чтобы вы делали эту работу самостоятельно. Да, я чуть-чуть позже вам покажу, расскажу, какие там все нюансы будут по курсу, как мы будем взаимодействовать некоторые наработки, вот, сейчас, там я расшарил пока экран, еще пару минут поговорим, то есть вы можете использовать как нативные приложения о том же Kotlin и Java, если вы хотите, да, если там у вас уже есть опыт, вам не сильно хочется, либо вам просто выбрали так этот курс, чтобы получить зачет легкий, вы можете действительно разработать проект, его представить в конце семестра, вот, я его, естественно, зачту, то есть я вас не буду, так как курс называется мобильный интернет, мобильные технологии, но нельзя давать материал, знаете, как не привязываясь к совершенно никакой технологии, это нужно не то количество лекций, которые у нас есть, и, мне кажется, гораздо более глубокие знания, вот, чтобы дать вам достаточно развернутую информацию по данным вопросам, да, по разработке, сделать такой более-менее обзор всего, что сейчас используется, поэтому все-таки принял решение, вчера тоже были вопросы, привязываться именно к Flutter, вот, и к стеку, который, в общем-то, привязан к Flutter, поэтому будем, в общем-то, в этом контексте с вами работать. Итак, меня зовут Бибичка В. Игорь Евгеньевич, уже многие меня знают, я у вас вел различные предметы от C-Sharp до плюсов у кого-то, у кого-то ввел, я не знаю, Java была, там, куча предметов у меня уже огромное количество, я, честно, даже уже не запомню, что, то есть, ну, скорее всего, вы со мной так или иначе пересекались, работаю я на кафедре, параллельно занимаюсь частной разработкой, пока это отверг, планирую дальше заниматься коммерческой разработкой, параллельно не бросая при этом университет. Ну, вот, в двух словах, мне нравится преподавание, нравится взаимодействие с вами, ребята, это бесценный опыт для меня, вот, и это много удовольствия при взаимодействии с вами. Вот. По структуре курса у нас будет 9 лекций, это 18 часов, соответственно, 2 из них уже будет сегодня. Я, как вам, я думаю, что процентов 30-40 вот информации я только смогу уместить в лекционный материал, в практику и того меньше у вас всего, у вас, то есть, 66 человек записаны на этом курсе, по моим данным. Соответственно, будете разбиты на 3 группы по 22 человека, вот, и у вас будут, у каждой такой группы будет по 12 часов практики. Это полноценные 3-4-часовые практические занятия. Конечно, времени не бог вести сколько, вот, форма контроля у вас зачет. Ребят, к сожалению, я бы с удовольствием, вернее, я бы с удовольствием вас хотел бы видеть живую, с вами как-то взаимодействовать, пообщаться, обменяться опытом. Но, к сожалению, в нынешних условиях мы не имеем права более 20 человек, чтобы находились в аудитории, какой бы она большой не была. Естественно, лекционное занятие, оно гораздо больше людей охватывает, поэтому все лекции, они будут в онлайн-режиме. Практику я планировал хотя бы одну первую провести в таком режиме в университете, но я еще точно не могу сказать. Если у вас будет больше 20 человек, опять же, не имеем права вас нигде разместить. Если, давайте так, пока вот тут есть время, мне бы было интересно узнать у вас, как вам удобнее организовать процесс учебный. Пожалуйста, как-то вы мне дайте знать. Как вам удобнее, в онлайне все перемещать или онлайн? Онлайн, хорошо, давайте еще, какие у вас есть предложения, ага, хорошо. Да, все будет записываться, естественно. Действительно, мне единственное, что сложено, ну, давайте, да, онлайн, окей, окей. Единственное, что мне, да, немножко будет сложно, ну, хотя как, я думаю, что я все равно буду давать практически какой-то, она практически какой-то материал для затравки, я буду, естественно, объяснять. Просто когда вы в аудитории, там есть возможность подойти, вам что-то сказать. Вот, ну, окей, хорошо. Тогда мы не будем вообще привязываться к аудиторным занятиям, значит, тут более-менее, ну, как я смотрю, многие проголосовали онлайн, думаю, даже, ну, большинство, не большинство. Вот, ну, хорошо. Да, предложения, все эти моменты будем по ходу обсуждать, я буду их ими делиться с вами. Поехали. Хорошо, все, тогда мы будем практики делать онлайн, я планирую давать вам, смотрите, какой-то небольшой материал перед самим практическим занятием, для того, чтобы вести вас в курс дела, помимо лекционного материала, все равно будет какая-то теоретическая база, да, и потом, соответственно, ну, еще посмотрим, как мы будем двигаться с вами, и что с этого будет получаться. Я буду, скажу так, буду регулировать все по ходу, вот, потому что как-то, ну, вот, от начала до конца курс провести, и мне бы хотелось, чтобы и вы, и я получили от этого большое удовольствие, и ушли с новыми знаниями, опытом, и возможностью устроиться, там, в продакшене, да, там, на позицию интерна или джина уже по флатуру. Это в идеале. Ну, я буду делать все, что от меня зависит, давать вам достаточно актуальную информацию. Если вы захотите связать жизнь с разработкой именно мобильной и конкретно флаттера, то сейчас огромное количество вакансий, и это количество растет. И даже этот парень, мужчина, ну, парень, да, с которым я общался, у которого фирма, да, он говорит, что они вообще готовы сейчас брать ребят, вот прям, потому что заказов много и некому, по сути, делать. Поэтому такой еще более-менее свежий рынок, и я так подозреваю, если мы будем говорить о той же Фуксии, которая не выстрелила у Гугла, то все-таки флаттер сейчас, мне кажется, он уже прошел эту критическую отметку. Фуксию, по-моему, даже так и не выпустили до релиза, там, по-моему, был какой-то альфа-бета-версия. Я, честно, это анонсировала, анонсировали Гугл и ребята эту технологию, но на самом деле не взлетела она. Ну, насчет флаттера прогнозы более-менее положительные. В любом случае, опыт мобильной разработки – это всегда плюс. Вот, я думаю, для вас поэтому попробуем кайфануть и вы, и я. Смотрите, я предлагаю вам два пути получения оценки. Все равно мы привязываемся к определенной какой-то такой сетке в системе. Я думаю, если… Мне нужно сегодня, скажу так, сформировать список из всех, кто записался на данную дисциплину, и я еще подумаю, каким образом. Но мне точно нужно, чтобы вы сегодня поскидывали мне в личку. Я сейчас ее еще раз вам дам. Ну, еще раз, не еще раз. Ну, я уже некоторым давал, я старостам уже давал. Да, он тоже от Гугла. Где там, что у Гугла было до этого проект такой «Фуксия», и он там, ну, не взлетел. Я глубоко не вдавался в подробности, но он его анонсировал, но как-то не подхватило комьюнити. Все решает сейчас комьюнити, ребят. Если так же точно и произошло и с Windows Phone технологией, вроде неплохая технология, но, ну да, она там деревянная, но в принципе тоже там было много чего как-то так развиваться, но не поддержали ее комьюнити, и все загнулось. Поэтому сейчас очень много решает не только там большие какие-то промышленные гиганты, да, и ресурсы, а больше поддерживает ли комьюнити, скажем, разработку. Ну, по Flutter, я же говорю, вроде так, динамично очень все происходит, поэтому надежда есть, что так, что все будет хорошо в этой части. Я вам скинул Telegram обязательно сегодня, все старосты, со всех групп. Напишите мне, мне нужно сформировать список из ваших e-mailов. Я не хочу устраивать там 60 человек, 66 человек должно быть. Не хочу устраивать какую-то такую помойку, я не разберю их. И мне очень важно будет с вами переговорить со старостами, да, вот у кого там уже есть контакт. Хорошо, нет, возьмите, пожалуйста, вот этот Telegram-контакт и, пожалуйста, отпишитесь мне сегодня. Вот мне обязательно нужно будет взять списки вот e-mailов тех ребят, которые будут в этом курсе участвовать, да, для взаимодействия, для коммуникации, во-первых, а во-вторых, для того, чтобы в DL полноценно подключить список. Там я уже буду понимать, мне будет удобно, я буду видеть, кто как занимается, у кого какие успехи, кого надо подтянуть и так далее. Мне это будет очень важно, поэтому, пожалуйста, учтите этот момент. Так, поехали. То есть дальше идем. Я планирую вам дать два варианта альтернативных по курсу. Первый – это выполнение индивидуального проекта по предложенной и согласованной тематике. С учетом того, что проекты могут быть разные, качества выполнены разные, оценивают работу от 90 до 100 баллов. Проекты нужно будет, вы можете сами предложить, и я вообще двумя руками за, за то, чтобы вы мне, значит, их предложили, вы можете мне их писать в личку. Я, не знаю, постараюсь как-то еще, может, консультации организовать, тиснуть свой график, чтобы со всеми с вами пообщаться, или те, кто хочет взять такие вот такие вот проекты индивидуальные. Вы можете, естественно, как я говорил, взять его не только на Flutter, вы можете взять его на Node.js или на другой технологии, там на том же Android или для iOS, но предпочтительно использовать все-таки кроссплатформенные инструменты, так как вы уже все равно на этом курсе, то давайте уже, я предлагаю вам все-таки воспользоваться такой возможностью и подтянуть себя вот по данной технологии. Да, вот такой вот проект, это будет 90-100 баллов в зависимости, то есть не только после, строго по согласованию со мной, да, мне очень важно будет услышать вас, посмотреть, спланировать какую-то функциональность, чтобы вы успешно его защитили. Защита будет в обычном стандартном режиме, не более 15 минут на человека, возможности уже будут желающие на третьем, то хоть и на первом, втором, третьем, потому что вот уже есть наработки, сможем уже, я смогу уже воспринимать вот эти вот проекты, вот, всего у вас 3 ПЗ, еще раз говорю, поэтому как-то очень мало времени на это, ну, думаю, что мы с вами справимся. Дальше, второй момент, выполнение заданий, полученных на практику, плюс знаний и теорий. Я буду давать вам по лабораторным работам, так же, как я это делал по андроиду, до 85 баллов я ограничиваю. Это просто такая немножко обезьянья работа, ну, с небольшими такими импромментами, с какими-то такими интересными более уходами в углу. Это будут задания на бортом работу, больше они будут для тех, кто, ну, по воде есть проблемы с программированием пока, или кто хочет просто вот, ну, как-то легкой кровью отделаться от курса, то я вам предлагаю такой путь, четверку вы можете свою получить, просто выполняете задания, которые будут на практических занятиях, ну, и, соответственно, ну, вот, может, кому-то так, это будет актуально. Поэтому даем вам такую возможность. В конце дисциплины будет тест, вопросы по тесту я вам, естественно, не дам, темы, тематики я вам их передаю этим, ну, или контрольной работой там будет, может, я еще решу, какую лучше форму контроля вам дать. Вот она будет на или последнем ПЗе, или последней лекции я еще пока не решил, возможно, на последней лекции, и, возможно, средствами того же ДЛЯ я еще эти вопросы решу. Ну, такой, знаете, подвешенный такой момент. В принципе, я в любом случае дам вам возможность получить свои 60 баллов за знание теории плюс выполнение вот этой самой контрольной работы, естественно, в индивидуальном порядке. Вот. Ну, это вот не более чем на 60-66 баллов. Кто вообще хочет забить и ничего не делать, ребят, тоже такая возможность есть. Ну, все равно вас призывают все-таки, раз вы уже записались на этот курс, как-то проявлять активность, все-таки участвовать, и будет возможность вам получить много чего для себя нового. Поэтому контрольная это будет для всех, вот, и для тех, кто пишет проект, и для тех, кто сдает вот эти вот задания по лабораторной работе, по методичке они будут. Так, ну, начнем. Я тоже не люблю много букв, но все-таки пару, буквально там немного слайдов остались, и мы приступим к такой практической части. Вот, я планирую все-таки разработать с вами приложение. Ну, как вы уже писали в чате, да, и как вы уже догадались, что Flutter представляет фреймворк Google, да, от Google, это такая кроссплатформенная технология, она включает в себя не только разработку приложений под Android и iOS, также вы можете разрабатывать под различные веб-приложения, вот, вы можете различные графические десктоп-приложения разрабатывать при помощи Flutter. Плюсом Flutter, как я уже сказал, является то, что у вас есть более-менее один тот же код, вот, и вам не нужно сильно много перенастраивать это самое приложение для того, чтобы оно взлетело так же хорошо на Android, как и на iOS. Вот, поэтому, да, на самом деле, хорошее дело, в продакшене я больше встречался с тем, что есть два альтернативных приложения, есть команда приложения, которые педалят приложение на iOS, да, под Apple, есть команда, которая педалит его под Android, и они там потом совмещают, ну, как совмещают, ну, не совмещают, просто выкладывают и так далее, но это такие большие затраты, и это дорого очень. Вот, то есть тут можно обойтись одной командой, которая будет разрабатывать кроссплатформенные приложения, вот, и, соответственно, может быть в этом очень даже эффективным, да, более эффективным, чем при классическом, обычно, методе разработки. В качестве разработки используется язык Dart, он включает в себя особенности, там, того же Hotline, можно сказать, да, C-Sharp, это уже JS различных фреймворков, да, вот, TypeScript, то есть там такая сборная солянка, вот, но плюс-минус, я так посмотрел, вот, он включает в себя, ну, можно сказать, вобрал в себя самые лучшие, такие моменты, более детально, подробно, уже так конкретно, что Шон вобрал, я вам не буду давать сейчас, чтобы вас сильно не грузить, мы сильно в глубину сегодня не будем идти, вот, а на следующие лекции уже однозначно будет что-то более интересное. Как я уже сказал, можете разрабатывать различные приложения, под мобильные, под планшеты, под десктоп-приложения, то есть тут Flutter у вас абсолютно не ограничивает. Вот самая такая, такой священный грааль, на котором строится, а нафига вот этот Flutter нужен, чем он лучше, или чем он более, его использование более выгодно, да, вот, какие преимущества его использования по сравнению с теми вот такими главными, ну, можно сказать, важными технологиями, да, которые сейчас используются. Ну, раз я буквально поднял три основные там технологии, это Flutter, React Native, славно известные Ionic, вот, как вы увидите, да, Flutter использует Dart плюс Flutter, это фреймворк, да, Dart язык, фреймворк, Flutter, естественно, React Native использует JavaScript, React.js, фреймворк, и Ionic, он использует уже JavaScript, подобный фреймворк, ну, вернее, основанный на JavaScript. Так, компилируется Flutter в Native Apps, это основное преимущество, как я уже говорил, то есть, как раз, как я уже об этом сказал, то есть, каждый пиксель на экране, он действительно управляется при помощи вот этого самого Flutter, и вот, и компилируется все вот эти вот элементы юзер-интерфейса в нативный код. Можно сказать, что на React это более-менее частичное компилирование вот этих UI-элементов, частично они для нативного кода, частично они все-таки для более специфических платформенно-зависимых компонентов, поэтому там больше кода, когда вам нужно изменять что-то или юзер-интерфейс менять, и там помимо того, что там много изменений еще, и там есть такая штука, когда насколько я не больше в этом опыт, вы можете меня поправить, у кого больше опыт есть в разработке React Native приложений, вот, то там по-моему происходит это вот, ну ладно, не буду так сильно углубляться, думаю, те, кто связан с React Native и так, эти вещи знают, и знают, с чем сравнить, те, кто не знают, ну и пока может это не сильно важно, вот, можно сказать, что, ну военники это вебю хосты 2 application, вот, ну это тоже такой специфический инструмент, нам не нужно во флаттере компилировать в iOS или в Android это UI компоненты, а вот как раз в React Native вот, там такое происходит, то, чего в принципе ушел в флаттере, наверное, основное его преимущество, что мы перекомпилируем вот эти, пересобираем элементы, то есть мы ищем соответствующие элементы из одной технологии в другую, и они так, компилируются уже вот в какой-то некий такой, по-моему, ну вот это не все такое, это вот то есть тоже в ну то есть регенируются тоже определенные определенные элементы, как это лучше сказать, ну ладно, пока, опять же, ребят, не буду сильно углубляться, я бы сам еще более-менее в React Native в сравнительную характеристику пошел, поэтому пока я, наверное, документ пропущу. Да, ну вот в Iunique тоже там нет необходимости перекомпиляции iOS элементов UI, ну компонентов, да, в Android, вот в отличие от React Native, ну так же мы можем сказать, что они, в принципе, все кроссплатформенные, поэтому тут такого какого-то особого шика нету, ну и естественно по разработке Flutter это гугловая вещь, React Native это Facebook, а Iunique это в принципе фирма и есть Iunique, которая занимается. Да, особенность создания вот Flutter-приложения, что все элементы являются виджетами, абсолютно все элементы являются виджетами. Мы видим вот Background Widget и каждый из элементов он также является виджетом, кто связан с Android, используя такие виджеты в своей разработке, вот, или я не знаю, в куче там технологии, я просто сталкивался с конкретным в Android, здесь как бы приложение, естественно, по сути уже само по себе состоит из одного большого виджета, можно сказать, вот, и маленьких виджетов, которые являются его элементами. Вот такая интересная особенность. по структуре небольшой тоже имеется несколько папок, одна папка для Android кода, другая папка для iOS, а вы туда, насколько я понимаю, вы туда не сильно залазите, это просто эти папки необходимы, после того, вы скомпилировали, для того, чтобы скомпилировать ваше предложение по той или иной платформе, в основном вы разрабатываете на Dart, приложение Dart, оно расположено в Лиге, в принципе, открою саму IntelJD, этот проект стандартный, который был, здесь, вот, ну, вот такая вот классическая структура, здесь тоже Gradle-based приложение, то есть в качестве основного сборщика и менеджера пакетов используются Gradle в различных комбинациях, я, как уже говорил, есть папочка с Android, тут уже Builder, да, Gradle, ну, и различный код, если посмотрите application, то вы особо тут ничего и не увидите, такой простой код, в кодине что-то может есть, и на какие-то ничего нет, абсолютно, ну, в ресурсах стандартные элементы UI, там, работа, работа с экраном, с иконками, ну, в принципе, более-менее с этим сталкивались, ну, манифесты стандартные, с этим я как обзорно смотрю, что же у нас расположено в папке так называемой Android App, да, то есть тут особого кода нету, есть минимальный менеджер пакетов, конечно, более подробно и детально о структуре приложения я вам расскажу уже на следующем занятии, на следующей лекции, вот, все входы и выходы, как это все компилируется, что из этого всего происходит, я думаю, что мы об этом обязательно с вами поговорим, если брать, что у нас в iOS, тут тоже, насколько я смотрел, особо входа тоже и нету, вот, все приложение у нас сосредоточено в папочке lib приложение с расширением Dart, как раз это основное наше приложение, которое является central point для нашего аппликейшера, это обычное стандартное приложение, которое вы сгенерируете, я вам покажу, каким это образом делается в флаттере, в общем, флаттера фреймерка, также имеется тут билд, яму сборщик, но я его не сильно разбирал, пока он не сильно пригодился, в основном я разбирался с градлом, где там основной сейчас постараюсь вам быстренько найти основной этот сборщик, файл сборщик, билд гранду, ну это по-моему для андроида, ага, нет, 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 так, секунду, по-моему тут был более специфицированный сборщик, сейчас помню, сеттинги, ага, да, это билд, билд, градус, именно к андроид, репликейшн, честно, я затрудняюсь сказать, что он тут будет использоваться для iOS, у меня есть андроид, поэтому я больше смотрел на компиляцию, на работу взаимодействия с андроид частью пока, ну, конечно, у того, кого iOS будет интересен также посмотреть, что у вас там под капотом, в принципе, я так очень, очень неглубоко обзорно, хотел вам дать небольшой количестве информации по разработке и большую часть времени все-таки уделить экшену, то есть создание первого приложения, как я вам предлагал, я вчера еще был в таких, можно сказать, различных выборах, каким лучше пользоваться IDE, я метался из VS Code к Android студии, и там на Linux есть определенные трудности в работе, с тем вы можете определиться уже сейчас, так, вот, сейчас будет самая интересная часть, да, спасибо за вопрос, да, фамилию и почту, вы можете там, фамилию, имя и почту, да, спасибо, так, поехали, это, то есть, первое, с чего мы начнем, вот прям, что лица тупо, заходим на Flutter Dev, это официальный сайт, часовский, это официальный сайт Flutter, где есть мануалы, где можно быстро, там, boost, старт сделать для своих приложений, есть куча видео разных, я еще пользовался, можно сказать, курсом на Udemy, помимо того, что у меня тут Flutter осмотрел техническую документацию, но основная документация официальная, это вот здесь, вот вы можете найти все такую, видите, тут для всех, таких, даже для Chrome OS есть инструкции, и использую, естественно, для Linux, поэтому, давайте так, мне интересно, какое количество людей, я вам, к сожалению, с Mac, не сильно помогу, но только-только с теми вопросами, которые пересекаются с Linux, поэтому, в принципе, вы можете задавать вопросы, и я постараюсь как-то так переключиться, посмотреть, что у вас там не получается, но вы сейчас можете перейти уже прямо на Flutter Dev, и начать настраивать, я буду параллельно рассматривать Windows и Linux, в Linux там есть, наверное, начну с Linux, он более сложный, в Windows там, ну нет, начну с Windows, он более легкий, дам вам сразу работу всем виндузятникам, пожалуйста, вы мне тогда напишите в чат, кто, каким, какой операционкой пользуется, мне хотя бы интересно, как, под что мне вам, там, с чего начать, ну, я так, давайте, Windows, кто там у нас, напишите, мне в чатик, погнали, Мак есть, хорошо, вот, отлично, Linux, брат, по несчастью, очень, DualBut, да, мне тоже, в принципе, DualBut, Windows и Linux есть, да, у меня Linux Mint, 20-й, ульяна стоит, хорошо, так, мне не разделилось, смотрю, несколько, яблочников, в основном, все-таки Windows, наверное, большая часть Windows, ну, ребят, как обычно, поменьше, чуть по Linux, ну, давайте мы начнем с обзора Windows, я вам буквально на несколько моментов общего внимания, естественно, можете зайти просто и сами все сделают, но есть тонкости, я не хочу, чтобы, там, я хочу вам лечить немножко жизнь, потому что мне на настройку ушло огромное количество времени, различного, давайте мы начнем сначала с Windows, я его не настраивал лично, вот, ну, тут ничего такого сложного нет, он гораздо проще, чем настройка Linux, очень важно, чтобы до установки Flutter у вас была установлена консольная, очень важная консольная версия GitHub, чтобы у вас после того, как вы установили Flutter, ну, по сути, вы его там скачаете, у вас были прописаны переменные среды, это очень важно, в принципе, для Windows и для Linux, есть один такой жуткий, прям нюанс, который мне, меня так сильно разочаровал, прям до глубины души расстроит, вот, почему-то, ну, как почему-то, есть такая штука, что для запуска Gradle, да, ну, для запуска, можно сказать так, Android части, там, Flutter, для компиляции кода под Android, вам необходимо использовать, естественно, JDK, да, ну, как минимум для Gradle. на Arkenux, вот, да, я смотрел на Arkenux, мне нравится, там мануалы, очень даже, неплохая штука, я смотрел, правда, да, просто я больше, с Debian, я, на самом деле, больше с Debian, это как-то сложилось, у меня началось с Ubuntu, потом перекочевал на Debian, вот, и там, естественно, дошел, до, до майн, до майн, все, хорошо, так, два момента, то есть, смотрите, первое, что важно понять, я так понимаю, ну, более-менее, вы работали с, с переменными среды, вот так вот их обязательно нужно будет сделать вот вам немножко смотри мысли потерял сейчас по ходу как не вернусь и так для windows а вам необходимо скачать пауза пошла месяц 10 вам нужно скачать гид установить его для винды обязательно скачать флата раздикей вот он там просто распаковывается вот он даже чтобы устанавливать не надо на и страх zip файл флата линзы дизайт инсталейшн да и вопроса нужно скачать что папку которая вам больше всего понравилось вы можете самую новую версию стабильную до скачать как раз с гитая это будет на самый лучший вариант не качать и готовый флаттер по продактам взять его с гитая поэтому необходимо установить для установить гид чтобы он был у вас был доступен с командой из шелла windows это важный момент очень вот и до заметить ваши пазы то есть это переменные среды тут есть такой небольшой нюанс и я бы показал у меня windows есть но не хочу перезагружаться то есть как если вопросы кто кто не знает давайте как работать с переменными среды на windows environment environment есть такие это нормально ребят я просто тогда чуть времени уделю как работать с этими переменами окружения и желающие есть так хорошо если вы знаете как работать с марминт поэтому тогда вы качайте себе флата вот он там весит несколько гигабайта вот хорошо тогда сделаем то вы нажимаете windows потом вводите environment and wear and вас высветится как раз windows и работа с переменными для стройка переменных переменных среды вас высветится паз папка которая как раз эти переменные среды есть я вам это на деле ну я могу выставить меня в принципе нет проблем я думаю что у меня линк будет я вам смогу спокойненько также скинуть так хорошо смотрите ребята важный момент то есть environment есть еще кроме влада если один человек я вам тогда потом лично покажу как это все делать может даже нибудь не видео можете даже посмотреть сеть environment в районе был снова и же потом нажимаете по сути в поиске приложения и nv вводите nv environment и у вас уже сразу подгружается получается работа с переменными среды вот так в общем то добавляйте папку с флаттером там есть и днюю ну или добавить новую в элемент и там вы выбираете флаттером хорошо сейчас чтобы не переключаться на windows я постараюсь найти какой-нибудь такой вам только не вижу студия именно в беременные среды там у вас есть пас там у вас есть создать важно чтобы создали не локальную переменную а переменную системную да это важно потому что чтобы она вас была доступна для всех пользователей системы не привязки вот аккаунта и там когда вы откроете там вас просто добавить и не вижу просто тут там прям наглядно есть такие картинки а вот отлично варимый борьбался эдит потом выбирайте advanced environment в районе сейчас вам с кем грамоту ссылочку да и разберетесь я бы вам показал в онлайну в онлайне когда делается но я не хочу переключаться дал дали писать просто переходите смотрите там все просто отлично так хорошо так мы чуть-чуть дальше пойдем тогда пойдем дальше где-то вкладочка после того как установили переменные окружение на флоттер бин да там обязательно в общем ссылочка у вас там есть вам вы зайдете посмотрите на этом сильно останавливаться вы проверяете когда вы уже там организовали переменную среды вы проверяете состояние флоттера флоттер доктор а тот момент который я уже не упустил вот тут он кстати хорошо не хорошо не описан для том что флоттер для того чтобы флоттер запустился вот и продиагностировал что у вас все в порядке системы ему нужен нужна java восьмой версии для том что в андроиде приложение android они не поддерживают выше восьмой версии java сможете в там различных аппликейшенах там в джаве использовать там там же спринге вы можете 14 использовать можете из java ну как-то больше у меня опыта вы можете в этом java fx и использовать нам десятая версия там есть ограничения тоже джава фриксе там в обычных свинк да мне свинк прижать там новость приложений помню как они называются там тоже можете использовать любой любой версию там джаву самые новые а вот именно в андроиде почему-то они не пойду не поддерживают выше восьмой версии поэтому для корректной работы флоттере ничего с этим не смог поделать ребят честное слово необходимо использовать именно восьмую версию java у меня установлена если так вам покажу несколько версий java я установил папку так раз кстати для линуксоидов будет тоже полезно ну я устанавливал local java и у меня тут есть несколько версий видите 8 версии 10 14 10 для java fx а не использовать 14 использую обычно для там спрингов и всех принцип приложения в основном и одна версия джей дикой 18 это как раз и скачал для фата я не смог никаким образом если в windows и ребят установите несколько версий java ничего вам не будет он выберет ту которая нужна и вы там можете в паза ну то есть выбрать ту которую вам надо то есть они будут эквивалентно у вас работы здесь же когда я для среды прописал когда для среды прописал паз то я не могу ничего получить кроме то есть применной среды то есть я его прописал в башер си вот ссылку на для то чтобы не пользоваться об инжидите именно уроковской пользоваться java я везде прописал для работы со средой на 14 версию джава так вот большая проблема была есть состоит в том что если я запущу 14 версии джавы доктора это диагностировал диагностировочная андроид лайсен статус он у нас ничко ни при каких обстоятельствах не скомпилирует ваш код и вы не сможете его запустить в качестве причем на на мобильном устройстве вообще не сможете не на эмулятор ну то есть интеллигент он стану что не подхватила установить такие вещи но это критически я думал там у них нет то критическое критический момент поэтому линуксоидов сразу ребята пожалуйста обратите на это внимание это очень важно чтобы не тратить время и не потратил столько сколько я бесполезно сражаться с линуксом расскажу один лайфхак которому я пришел это для линуксоидов темы так как из того что я смогу использовать я нашел более-менее остановлена была интеллижа идея решил не изменять своим принципам в общем то я использовал смотрите здесь она подхватывает естественно переменные среды то есть если я сейчас делаю java version ведь это локально но я все равно подхватывает переменной среды а они тут уже прописал мне будет 1 8 смотрите то есть я сейчас выйду с вами весь этот путь пройду пара проверьте возможно будет я просто не очень люблю openjdk он не работает в других приложениях моих там достаточно урезанная версия ну как не урезанная просто там нету многих фич которые есть до их упас нормально смотрите в пазе но опять же он вам выдаст он будет опираться на крайнюю версию джамы потому что я ее там за не за если у вас есть лучше решение пожалуйста предложите я с удовольствием его как бы приму вот я могу пускать как я вышла ситуация вы можете в принципе поделиться своим опытом это будет ценно саша если вы поделитесь еще и со мной с другими ребятами я не нашел ничего лучше думал уже конфигурирует флаттер искать его конфигии вручную я уже нашел там некоторые конфиги пытался там локально изменить ссылку на джава версию ничего не получилось у меня по умолчанию спорта 14 версия по каким причинам потому что я основу работаю там с этой данной версии мне бы не хотелось сильно ломать и там устраивать какие-то холи воры между версиями джам в пазе у меня прописано именно джава 14 версия но то то что я нашел это и с вами поделюсь вежели сельский это лучшее варианты пожалуйста я буду благодарен если вы мне это подсветить опять же то что я вам говорили здесь пропишите версию джавы у вас он будет 14 естественно вот которая не подходит даже и проверять нечего для фото доктор просто важный тонкий момент ребят я на это очень много времени потратил и хочу с вами действительно этим поделиться мне это было важно ситуация бы такая точно мы не можем ничего поделать он не скомпилирует код и не все очень плохо то что я придумал есть начала возможность прописать временные а локальные ну пазы вот то что я кто к чему я пришел я себе даже сделал это поделюсь с вами сейчас этими как скриптами небольшим по сути все очень просто сейчас вам скину и чтобы и смотрите да все очень просто то есть то что я сделал я прописал экспортом временную временная то есть смотрите скажем временная внутренняя ссылку на восьмую версию java и она тут заработала если я общий башерси выдан то он у меня будет останется не тронутый 14 версия мне для лака локально хватит в принципе для запуска флаттера о том что он не очень как-то адекватно компилирует код ну вот не не к бери только неправильно скал очень адекватно работает с компилятором вот я не замуж свой с кодом он не так криво работает может еще найдут какие-то решения мы пока кроме как из консолями не получать запустить данное приложение скомпилировать его ну первое что сделал это экспортировал java простые инструкции прописал java home на восьмую версию и пас экспортировал чтобы он был виден для принципе для локального сейчас повторяюсь для локальной среды ну все все заработал если мы сейчас использовать если мы сейчас запустим доктора он еще не заработать но тот тот еще который был это то есть отсутствие лицензии он решать таким образом фатер доктор android settings android и да у меня уже я уже подтвердил поэтому не этот процесс в принципе более быстрый у вас крыль в первый раз запустите android light лица у вас он предложит вам несколько раз согласиться с это по сути лицензионное соглашение без него вы не сможете пользоваться android он соответственно дальше не может компилировать работать с вашим приложением поэтому тут здесь на выход был ну как бы скажем дать им то чего он хочет если мы сейчас запустим java фатер доктор то в данной среде оболочки видите все порешалось и мы я и был то убил апплике еще есть мы свободно можем билдить наше приложение понравился мне еще интернете потому что он достаточно быстро подхватил недостающие api недостающий образ необходимой операционной системы которая в андроиде ну шиш образа да он установил автоматически в андроидов дикий и все в принципе было очень хорошо как раз сейчас плавно перейдем к android языке у меня просто для приложений работают именно 14 версии java и возможно что после этого не перестанут работать очень важный момент после того как вы там настроили внутри внутри себе эту java вам нужно устроить еще вот эту версию java для всего проекта причем она почему-то вот андроид project structure запомните эту папку она вылетает не знаю почему покоривать правда для меня это тоже большая загадка почему-то вот ирина видимо более-менее еще сырая поэтому влаты он учитель вечно развивается обратная сторона что есть очень много разных моментов очень нестабильный я пока не знаю почему даже идея не подходит не запомнила локейшин для андроида для генерации андроид приложения там версии java 18 но в принципе я его вручную ввожу это значит контроль нажал control alt s это свойства среды и дырежки потом перешел контроль project structure здесь установил версию java 18 во всех остальных местах также стоит версия 8 это же важно для того чтобы код скомпилироваться под android для собственно вашего приложения вот я не помню как там я вам пилю он больше нету важных таких моментов дальше мы настраиваем это был control alt s я вам сказал android плане вижу что такое походу немного заглючила и свойства project control alt shift s здесь видите тоже версия 8 везде стоит тоже важно обратить внимание что везде у вас правильная версия java стояла без этого не запустится принципе все частного за за билдит появился у меня как видите то есть я сейчас подключен телефон компьютеру вот обычный android когда вы работаете с флаттером у вас в принципе все вас установлены драйвера то он у вас их под его подхватом также очень важно сейчас я вам покажу выведу на экран каким образом необходимо необходимо установить настроить ваш android то есть мы настроили сейчас и да ешку настроили для компиляции но не настроили ваш android девайс можете сейчас подключить если установили флаттер можете подключить его к вашему компьютеру и для андроида я вам покажу простой 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 трюк видите экрана мобильного телефона что что необходимо сделать заходим настройки во первых нужно включить девелопер мод для этого нужно перейти в настройки у телефоне и ну у меня так это происходит и тут есть по-моему сейчас номер сборки вы на него 7 раз нажимаете ну так я уже это сделал то есть включая уже есть уже режим разработчики для того чтобы и для чего то нужно для того чтобы вам начать отлаживать ваше приложение на андроид устройство вам необходимо включить девелопер мод это очень важно когда вы его включили вот у вас он уже работает ну если вернее для этого но настройка настройка девелопер мод у вас находится в получается вы даже сначала разблокировать а потом уже перейти до разработчиков у меня пункт вот очень важно да здесь есть очень важные настройки которые необходимо включить это отладка по юсби обязательно и разрешить платку по и дебе только при зарядке почему это на самом деле как при подключении у меня здесь режиме и мой диай если посмотрите не тут подключу сейчас я переподключу устройство покажу еще важный момент так так что ведь у меня есть зарядка по юсби я нажимаю и тут выбираем айдиа режим он переподключается сейчас опять перезапущу скриншаринг тут видите тут это важно чтобы он у нас стояла в мидиа режиме и так же чтобы у вас была заенеблена отладка по юсби когда вы подключите только телефон он вас просит хотите ли вы разрешаете ли вы там этому телефону или вернее устройство подключится к вашему телефону да и запускать приложение вы соглашаетесь на галочку нажимаете чтобы он вас не спрашивал в принципе у вас готово устройство для работы для отладки какой есть важный еще момент два момента я бы сказал для linuxo это ребят во первых не для windows для windows тех кто после windows обязательно пожалуйста вам вам необходимо установить android драйвер и db драйвер для чего он нужен это некий android development bridge называется для того чтобы получить он работает как мост для взаимодействия между вашим устройством и и компьютером да чтобы можно было отлаживать ваше приложение это тоже он устанавливается обычным пакетжем в linuxo windows он устанавливается тоже ну как драйверы просто обычное приложение вот и вас вы становитесь человеком который может это все дело отлаживать значит какие то могут моменты для китайцев китайских моделей телефонов есть ограничения вот не всегда вы можете через adb devices это кстати команда работает для windows а для linuxo и для maco не всегда вы можете при помощи adb devices увидеть подключенное устройство как в состоянии подключенное да вот если вы его у вас он не подключен у вас linuxo можете нажать инструкцию с usb здесь у вас есть vendor id вашего устройства и product id вам важен vendor id это первые четыре цифры до . значит для windows вы просто устанавливаете adb как он там называется сейчас ну и adb драйвер для linuxo тут немножко сложнее установить драйвер значит что для linuxo установить драйвер есть целое сейчас вам скину тоже есть это смотрите использовать только если у вас не получилось загрузить то есть у вас adb device ваше устройство ну тупо не видит вот в такой ситуации воспользуйтесь этим лайфхаком вот заходите adb что тут есть опять это для принципа linuxo это важный момент не хочу терять кроссплатформенность то есть что тут есть здесь вы можете установить драйвер вручную да ну сконфигурировать его на вашем ну на вашем linuxo это для загрузка сервера девайсов видите тут ну тут у вас уже есть но если его нету потому что вы создаете файл и это и 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 the или и и и и и Сейчас я вам покажу, как в Windows это взять. В Linux LS USB, а в Windows сейчас я вам открою, там у меня есть небольшая тоже ПЗ-шка. Я вел когда-то мобильные технологии, пару лет назад у меня осталось от него еще, от этого курса еще мои лекции. Как раз у меня тогда был китайец, и я намучился с ним, чтобы подключить его в качестве устройства для отладки. Потому что не всегда вы можете загрузить образ, но не всегда, ну вы можете, в принципе это хорошо, когда у вас получится загрузить образ, но не всегда получается, вы можете с ним адекватно работать. Или компьютер может не сильно не вытягивать виртуальную машину, либо это будут тормоза, но все равно, естественно, лучше деплоить на устройство. И в продакшене вы сами понимаете, что там без тестирования на устройстве, естественно, никуда продукт не движется. То есть для первичной отладки, да, можно использовать, можно использовать виртуал девайс, но для продакшен обязательно использовать лучше несколько версий различных телефонов. Так, сейчас, секунду. Не, я могу, в принципе, скинуть. Нам, единственное, что почему-то в PDF-версии поехал. Ну вы вот этой версии можете при помощи Google DriveDisk открыть. Я тут описываю подробно, как для Windows установить и Image, ну это еще старая версия 25, видите, это два года назад было, но суть от этого не поменялась нисколько. И тут еще очень важно и ценно описано, каким образом настроить драйвер на Windows, если у вас, ваше устройство на Windows не отображается. Тут есть такое ADB-ini. Я еще бы добавил к Linux работу с ADB-ini. Я вам тоже сейчас ее скину. Вот, тут был больше курс рассчитан на пользователей Windows, хотя я тогда тоже на Linux настраивал. Вот, и тут, да, вот, показывал, как это работает. Тут задание есть, но это были прошлые, они такие простые, но, в принципе, по флаттеру будут не намного сложнее. Я вам скидываю вот этот ODT, наверное, куда же вам скину его. Сейчас я его расшарю на Google Диске. И вы сможете, кому важно настроить, или у кого не получится, не получится настроить, я вам сейчас скину ссылку, расшарю ее, и вы сможете на Google Диске. Я ее спокойненько просмотреть. Ребята, первая, первую лекцию, мне бы хотелось, чтобы вы понастраивали все, что у вас там есть, и начали уже конкретно работать. Все равно без настройки никуда-либо, проект начинаете, вы начинаете с настройки тузов, отладки, все такого прочего. Поэтому я мог бы вам дать какую-то теорию, в принципе, тоже это важно. Я вам дам еще более глубокие сведения, но пока немножко экшена, драйва, чтобы было более-менее интересно. Скидываю вам ссылку на... Да, я все буду скидывать. Я еще... Давайте так, вы, ребят, возьмите себе вот эти все материалы, прям с чата. Я их себе тоже, наверное, продублирую на всякий случай. Они важны, да, эти материалы. Где-нибудь себе их пока отмечу. Естественно, я их продублирую. Я их продублирую. Вы можете также себе их забрать, все эти ссылки продублирую, чтобы они у вас были, и чтобы вам было просто с этим всем жить. То есть это для настройки Android-приложения, которое не видно через ADB device. Ну вот, пожалуйста, можете воспользоваться таким лайфхаком. Ну, ребят, я больше предпочитаю какие-то такие практически вещи давать. Думаю, что они будут вам тоже более интересны. Так, более-менее с настройкой, наверное, уже прям... Да, линуксоиды, мои дорогие. Смотрите, что необходимо сделать, помимо вот того всего концерта, если у вас прописанное правило в Rul, да, Rul, оно не сработало. Вы можете... Сейчас... Кстати, там важный момент, там нету перезагрузки среды. Сейчас, секундочку. Вы с командой хорошо попробуй, это у меня... чтобы что не так и там на самом деле контролла хорошо спасибо кстати цен роладрус вот что я хотел вам дать тесно спасибо так после того как вы обновили правила обновляете их через роладрус так и после этого да вот вы обновили правила и вы можете вам еще один момент нужен будет вам нужно будет создать аналогичный с windows файл и дебе не и дебе и дебе девайсе не сейчас я точно скажу и дебе избе не вам нужно будет создать и дебе избе не в папке с андроидом это если вот то что то не сработало вот этот минута вот последние последний момент андроид и здесь вы создаете вот этот самый и дебе избе избе нефа в принципе все настройка точно у вас будет также вы можете посмотреть в том файле котором скинут как настроить виртуальное устройство не буду на там вращать внимание там проблем с ним вообще нету все делается по мануалу вот это вот на случай если у вас там из того что вы сделали не сработало последним все принципе у вас точно уже будет все настроено я хочу перейти к непосредственно отладки для этого я отключу пока демонстрацию экрана телефона перейду к интернете к сожалению еще раз говорю мне не получалось меня настроить так чтобы через конфигурации конфигурации вот так чтобы он адекватно работал через ну отладку через ран я еще над этим поработаем обязательно скажу как это лучше все сделать для меня этот курс я же говорю тоже так первой здесь за что мне есть на опыт мобильной разработки на андроиде находки не поэтому чуть-чуть тут мне это помогает конечно но в целом тоже погружаюсь только в это в эти все технологии пока первое что самое важное это настроить чтобы у вас все работало дальше мы пойдем и я думаю что будет гораздо более интересно так что нам нужно стало сделать это флаты ран а не дали занять то есть смотрите вы создали там приложение вас пока приложение нету будем так считать я предлагаю вам создать новое приложение в командной строке или в cmd в консоли где угодно бумаг в windows и вы опишите инструкцию флотер курей название application он у вас создал аппликейшен после этого ну вот вы создали я его уже как бы подгрузила выдаешь к вы просто импортируйте этот проект себе выдаешь к так что-то вылетел флотер бывает он бывает отваливается для этого нужно перри подключить линк устройство а минус как есть грибы расстроило то что он немного сну как сыроват вот но генерировать как-то его бы не хотелось есть много достоинств которые вполне можно использовать так после того как вы подгрузили созданные проекты это вас будет просто папка в операционной в операционной системе меня это в android project плату тест вот этот аппликейшен стандартный уже сразу с привязкой к идее он же сразу мы был еще и сработать с гитон многие тут несложно к ним подключить то есть это полноценный готовый проект вот вы создали проект креет на после этого нужно запустить платы так проверяем для того чтобы понять что у вас девайс подключен список устройств и db девайсис для того чтобы проверить подключен ли ваше ваше устройство к флаттеру него тоже есть свой флаттер девайсис если он у вас его видит то автоматически компилировать будете минут на то устройство которое у вас подключено если вас всего одно устройство подключен то вы то автоматически флаттер он подхватит и запустит приложение на вашем устройстве который вот сейчас в работе опять приходится придется этим все штуки делать потому что опять же мне нету переменных среды это немножко это сильно раздражает нами на самом деле но я с этим поделать ничего не могу приходится с этим жить и смиряться из дикей вершим тоже 8 видите он сразу когда у вас устройство подключенного сразу подхватывать к чувству устройства и отображать верхние панели для того чтобы запустить устройство вы переходите в приложение в котором у вас создана вы переходите в приложение в папку с приложением да здесь просто вводите команду флаттера дальше он сам запускает его деплойт на устройство ну и и в принципе отобразит его если все будет хорошо он может долго собирать граду первый раз очень долго поэтому вы запаситесь чуть терпением потом он будет этот процесс для значительно быстрее пока он деплойте вам поскидываю все эти команды которые я только что использовал это у вас и деби дайсис дальше флот и флот и флот и флот и из папки в принципе такой нехитрый ангелит я вам все материалы потом поскидываю так непонятно чем элитически почему-то ты деби от маме да еще если у вас помогать флот и колье клинком если у вас не компилируется проект вы можете еще попробовать его чистить и пересобрать заново тоже если у вас устройство подключено но все равно не не отлаживается то вы можете воспользоваться данным данным данной операцией все равно не выключить об этом можно было делать чтобы у вас было не так первый раз когда вы запустите он вас будет подтягивать образ что-то непонятно непонятно у меня честно скажу до этого запускался не было а флотер дэм флотер дэмон доминать на так себе конечно костыль использование в позе этой джавы у меня он нормально запускался из обычной среды здесь он не всегда почему-то флотер дэмон отваливать дима от вальду дима отваливается периодически вы можете войск он испорт попротиве я интерьер дед запускался работала читать с инсталом и него не до не добивает на тем не менее он выдал ошибку а приложение работает ну это просто приложение счетчик каунтер вы на плюсик нажимаете у вас увеличивается как-то так первое приложение готово кастомизировать его особо сегодня я не буду я думаю более подробно может и расширена мы с вами поговорим в следующий раз плюс-минус то что я хотел вам донести показать ознакомить вас с этой технологией наверное все давайте попробуем опросы естественно вопросу давайте позадавайте если нет можем пока пообсуждать в личке проекты вот я на это потрачу время давайте секунд есть вопросам нет я сейчас туда закончу запись у нас будет я закончу тогда лекцию и оставшееся время у нас час еще есть давайте я потрачу на то чтобы обсудить только вы как-то сформируйте очередь обсудить задачи которые вы хотели бы решить да при помощи флаттера или любого другого приспособления вот я тогда давайте так я